привет всем мои хорошие очень рада видеть снова вас на своем канале сегодня буду вещать из своего уютного гнездышка на улице у нас мороз а я неделю провалялся больная хрипела сопела вот еще немножко у меня голосок подхрипывает ну думаю удастся с вами нормально пообщаться о чем это я да а о том что я начинаю вторую серию свое похудение для тех кто недавно присоединился к моему каналу и для тех кто и смотрел меня хочу напомнить что первый этап моего похудения был с первого февраля я похудела на 15 килограмм я худею не как все ни по каким диетам потому что мне нельзя никакие стрессы поскольку у меня был диагноз онкология сейчас премиссия и мне нужно так тихонечку плавненько без всяких стрессов худеть что я собственно и делала почему я набрала лишние килограммы вернее вернул несколько килограмм и не нахожусь ни в какой панике ну как бы это было все сделано осознанно осознанно не то что надо было мне набрать осознанно немножечко я поменяла свое питание потому что это лето фрукты и овощи арбузики дынечки все вкусное калорийное но я решила это все-таки кушать потому что мне аптечные витаминчики нельзя а чтоб набрать каких-то витаминов ну и как-то себя что-то порадовать я решила это все есть никаких зажоров срывов ничего мне не было я спокойно приняла назад свои несколько килограмм и вот вчера с первого числа не как все не с понедельника с первого числа я начинаю вторую серию своего похудения но она будет несколько отлично от первой опять напоминаю как я питалась первый период моего похудения не было правильное питание дробно опять раз день три основных приема едва перекусы естественно я исключила сладкое жирно всякие вредности и чёночь печеные вещи до выпечку собственно ела много что но правильно я похудела худела вместе здесь на два два с половиной килограмма собственно все это устраивало еще и пришла к выводу однозначно что лично у меня без уходит только при организованном правильном питании вот яркий пример лет зажора не было срыва не было ходила я больше чем даже весенний период но припаду и считаю что да самое главное основное на снижение веса это влияет наше питание а физическая нагрузка это уже как дополнительное средство для здоровья для траты калорий да это тоже немаловажно но основном все таки как в этот раз я хочу снижать свой вес продукты остаются те же самые которые я буду кушать которые не кушала их так и не будет моя жизнь но я хочу попробовать интервальное голодание пока я болела и вперед я читал но за эту недельку я немножко поподробнее с этим познакомилась и как-то как-то меня это зацепило то есть это голодание 16 на 8 но есть разные схемы вот такая приемлема для меня то есть 8 часов пищевое окно принимая пищу 16 часов не принимаем и вот вчера я уже питалась у меня в это пищевое окно получилось три приема пищи я считаю нормально через четыре часа в 11 3 и 7 вечера вполне нормально сытно последний раз прием пищи 7 часов вечера и до 11 утра но немножечко я столкнулась с трудностью и я ее предполагала потому что я жаворона просыпаюсь очень рано и до 11 какой-то большой интервал времени мне нужно не кушать но опять у меня нет такого желания такого голода чтобы пойти что-то скорее наесться сбить свой голод нет такого нет я и в этом плане нормально в это время я хожу на кухню вижу какие-то продукты и подсознание срабатывать что надо что-то покушать подошло время и вот это как-то не очень комфортно не очень приятно но я тоже нашла выход из этого положения опять же поскольку я жаворонок я все дела люблю делать по утрам то есть мои тренировки куда-то сходить по делам я делаю утром и решила все это делать до 11 часов чтобы по возвращению сесть спокойно и позавтракать чтобы моя нервная система была в порядке не нервничала и чтобы тоже у меня выработалась привычку ну как бы вот сегодня да вполне нормально тоже я до 11 часов ничего не ела в 11 я позавтракала в 3 часа обед и будет вечером ужин немножечко сейчас расскажу что в какое время я планирую кушать на завтрак в 11 часов я планирую на чашу на моей тарелке был немножко углеводов углеводы обязательно должны быть присутствовать небольшую порцию белочек и жиры это обязательно на завтрак в обед поскольку это уже где-то три часа я все-таки думаю больше надо переместиться тарелочки с углеводами яйца мясо рыба овощи да вот это все можно а на ужин у меня ряженка ряженка делаю или коктейль или просто с фруктами это 7 часов ем большую порцию чтоб у меня желудок полненький такой был у кого же там мало и как раз еще немаловажно чтобы до сна было не менее трех часов ну то у меня получается где-то в 11 спать ложусь с 7 до 11 все прекрасно то есть теперь задача за малым всему этому следовать и добиваться новых ряженок сейчас буду вам показывать то что я закупила в магазине потому что эти продукты должны обязательно быть у меня в рационе сейчас вам все покажу купила огурчики помидорчики потому что салат салат это должно быть каждый день на столе его можно есть даже большом объеме он не очень калорийный можно сказать мало калорийный но набивает на желудок и меньше хочется есть обязательно беру молочку многие от нее отказываются но я нет полностью не отказываюсь хотя молоко я не пью не ем кефир потому что у меня от него изжога беру или ряженку или варенец больше беру варенец и такой баночек это продукция нашего местного завода причем беру не обезжиренная вот жирность два с половиной процента как-то больше я доверяю еще нашим заводом может быть я ошибаюсь хочу так верить но мне кажется все таки эта продукция получше по качеству беру взяла вот сыр чеддер это тоже знаменитая продукция нашего завода раньше славилась она на весь ссср большими объемами его вывозили в москву не знаю может быть кто-то его любил и помнит я люблю этот сыр тоже взяла можно его кушать беру сметанку потому что в нашем рационе обязательно должны быть жиры масло не всегда хочется можно салат заправить сметанкой куда-то еще добавить супчик беру 15 процентов из остальных и калорий взяла еще себе творог творог взяла обезжиренный тоже иногда его потребляю конечно куда же без рыбы это источник белка и что из белка я планирую есть яйца как уже показала молочку конечно конечно рыбу в чем рыбу разную в том числе и жирную потому что это источник омеги-3 тоже нам необходим вот дела скумбрию очень люблю я запеченную с овощами в духовочке у нее такой необычный вкус яркий причем вообще я люблю рыбу в любых ее проявлениях поэтому как бы обязательно и буду кушать еще взяла элемента тоже хорошо его запекать хорошо делать на пару без косточек очень удобно положу в морозилочку буду понемножку готовить вот чем сегодня я затарилась сейчас я разложу в холодильнике и буду буду готовить но это моя морозильная камера я основательно подготовилась к зиме наморозила всякой ягоды овощей все это будет готовиться запекаться на зиму мне всего хватит капуста вот заморожена своя потому что магазинную как-то непонятно как ее замораживает и что есть в этих замороженных овощах я думаю что кто-то из вас ко мне присоединится да и если у кого уже есть опыт в интервальном голодании очень вас прошу поделитесь со мной может быть еще какие то у вас есть уже свои наработки предложения помогите мне еще скинуть вес я же все таки хочу весить 80 килограмм а начинал хугить заметьте мой вес был точка кипения 100 килограмм 100 грамм сейчас не кипит но желание все равно мое осталось ну что мои хорошие на сегодня с вами прощаюсь быстренько вам все доложила рассказала начинаем подписывайтесь на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы следить за мной поддерживать меня жду ваших комментариев жду ваших лайков дизлайков рада любому виду общения со мной пока пока с вами была ваша татьяна